приветствую тебя дорогой зритель ты на моем канале товар из китая и сегодня у нас будет обзор или скорее опыт использования спустя 8 месяцев вот этого смартфона honor 9x это азиатская версия на процессоре kirin 810 464 по памяти и сегодня у нас речь пойдет именно об этом интересном смартфоне этим смартфоном пользуется моя жена уже восемь месяцев и я хочу сейчас кое-что рассказать вам о нем мы уже в своих комментариях если у вас есть такой аппарат поддержите пожалуйста своими комментариями и лайками начну я пожалуй с того что как видите на этом смартфоне есть play market и он корректно работает продавец установил его прямо с алиэкспресс я купил уже стоял play market и все google сервисы все китайские приложения я собрал в отдельную папку так что они мне не мешают и в настройках их просто отключил также такой лайфхак я сразу скачал google клавиатуру и чтобы не было китайских иероглифов при написании sms при использовании текста когда я покупал этот аппарат в начале января он стоил около 160 долларов за версию 464 сейчас его цена немножко выросла такой телефон можно купить за 200 долларов версия 464 если купить версию 664 то она будет стоить 215 долларов а за 6 128 просят 250 долларов все ссылки я оставлю под этим видео по работе интерфейса к этому смартфон у меня нет никаких претензий также у моей жены жесты работают прекрасно шторка сверху вниз открывается все необходимые задачи присутствует давайте зайдем в настройки этого аппарата здесь все русифицирована прошивка похожа на глобальную регулярно прилетают обновления последний патч безопасности прилетал в июле или в августе раз в месяц регулярно прилетают обновления поэтому смартфон работает на свежем десятом андроиде и мюай 10.1 версия android 10 0 вот она работой я полностью доволен что здесь еще можно сказать о работе как вы знаете в этой модели сканер отпечатка пальцев установлен на правой грани это же есть кнопка включения это же и сканер отпечатка пальцев и он работает просто молниеносно выключаю и сработал выключаю и сработал выключаю и сработал очень шустрый сканер отпечатка пальцев в redmi 9 с есть подобное решение но в он или 9x он работает гораздо шустрее кто-то мне писал в комментариях что тут не очень хороший экран экран здесь full hd плотность пикселей 403 ppi корнин горилла глаз пятого поколения это и ps матрица 6,39 дюймов к ней у меня точно нет никаких претензий яркость нормальная больше чем нужно за работу смартфона отвечает процессор he silicon kirin 810 7 нанометров техпроцесс 8 ядер максимальная частота 2,27 гигагерца графический процессор mali g52 в связке с kirin 810 это неплохое решение все самые требовательные игры смартфон тянет в antutu набирает огромное количество оперативная память 4 гигабайта lp ddr 4x встроенная память 64 тип памяти ufs 2.1 bluetooth 5 версии поддерживает и nfc не поддерживается система я уже сказал android 10 последний патч безопасности июль 2020 года батарея здесь на 4000 миллиампер часов жене хватает на целый день и 30 процентов в конце дня еще остается батарея здесь очень хорошая также поддерживается быстрая зарядка здесь идет блок фирменный от huawei 5 вольт 2 ампера также продавец вложит в комплекте и переходник как было в моем случае и это очень хороший вариант основная камера в смартфоне на 48 мегапикселей со светосилой f 1.8 здесь установили модуль sony amx 586 это очень хороший модуль по сути флагманская камера а фронталочка здесь на 16 мегапикселей со светосилой f 2 и 2 и вы знаете наверное что фронталка здесь открывается как перископ вот так вылазит фронтальная камера видите очень удобное решение ну и раз мы заговорили о камере давайте покажу некоторые настройки этой камеры выбираем соотношение сторон полный экран разрешение видео здесь максимальная full hd 30 кадров в секунду 4к не поддерживается для среднего пользования этой камеры хватит за глаза делает неплохие съемки а также хорошо снимает видео тест видео на фронтальную камеру смартфон он or 9x как меня слышно как вам звук тестирую видео на фронтальную камеру и так всем привет и хорошего дня за все время использования этот смартфон ни разу не заглючил не затормозил и не завис жена очень рада этим аппаратом и хотя он по диагонали 639 он не ощущается таким лопата фоном до тяжеленький 206 грамм его вес и толщина 8,8 миллиметров тайп си нормальный громкий динамик все здесь жену устраивать а раз жену устраивает то устраивает и меня если у вас подобный аппарат пишите в своих комментариях какие-то замечания чем вам нравится этот аппарат он or 9x но я буду заканчивать это видео ставим лайки подписываемся на мой канал с вами был вячеслав всем пока